Слава Украине! Героям слава! Привет всем от Полонского! Соединенные Штаты очень много раз предупреждали некоторых супчиков, которые в обход санкций пытаются на так называемую Россию поставлять товары, которые являются запретными для ввоза в это недогосударство. И вот Соединенные Штаты уже практически начали работать по этому направлению. Надо сказать, что Европа начала работать раньше. Там под санкции уже влетело несколько десятков компаний и лиц, которые занимались подобной незаконной деятельностью. Сегодня Соединенные Штаты Америки объявят о том, что еще 42 компании и частные лица влетают под санкции, уже под вторичные санкции за то, что нарушали санкции США в отношении так называемой России. Из каких стран эти лица не указано? Я почему-то думаю, что это прежде всего Китай, Армения, возможно Казахстан. Турция, наверное, наверняка, как говорится, там тоже есть такие вот... Это речь не идет о государствах. Речь в данном случае идет опять-таки это частная компания, частные лица, которые просто устроили такие лазейки для того, чтобы так называемая Россия, страдающая из-за прежде всего того, что они туповатые и не могут сами построить никаких абсолютно нормальных приборов, нормальных механизмов. Они пытаются каким-то образом это все украсть на Западе. Соответственно, вот эта публика им помогала. Интересно, что в тот же самый день Китай объявил о том, что он... Опять-таки это официальный представитель, в Китае никто не шутит, что он очень сильно расстроен и разочарован визгами и воплями так называемой России о ядерном шантаже. И Китай хотел бы, чтобы Россия поумерила свой пыл ядерный и немножечко попридержала язык, потому что, по словам китайского представителя, это все, может, не очень хорошо закончится. Китайцам не нравится, когда кто-то просто так, без их разрешения, тем паче их вассал несчастный, еще и что-то там ворнякает про ядерную бимбу. Лучше не надо, помолчали бы. И сразу же еще один момент, который очень интересен в плане помощи Украине. Сразу же туда же американцы объявят о новом пакете помощи Украине. Напомню, что предыдущий пошел 10 ноября, то есть вот 3 дня назад уже будет объявлено о новом. Но о нем я расскажу отдельно. Слава Украине!